И в продолжении темы. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный посетил филиал компании Ростелеком в городе Нарьинмаре. Для него провели экскурсию и познакомились с тонкостями телефонной и интернет-связи. Екатерина Дементьева продолжит тему. В 2012 году, когда мы перешли на оптику, до этого у нас был единый канал 16 мегабит в секунду. Я могу сравнить так, что если мы ездили, допустим, на велосипеде, а теперь 10 мегабит в секунду, у нас ракета в космос, которая улетает и достигает скорости 80 км в секунду. Вот такое сравнение. То есть это ракета? Это ракета. Теперь мы на ракете. Самые современные услуги интернет-связи стали доступны жителям Заполярья в 2019 году, когда компании были проложены оптические линии связи до квартир абонентов Нарьинмара и поселка Искателей. Во время осмотра оборудования Юрий Бездудный рассказал, что по первому образованию он связист. И с тех пор многое в технологиях поменялось. А вот труд работников связи остался, как и прежде, неизменно важным. И в каждом населенном пункте, когда приходят ФАП, обращаются пациенты и фельдшер не может точно поставить диагноз, он прибегает к услугам телемедицины. Он выходит со стойки на окружную больницу, там консультируют профессиональные врачи по профилю и ставит диагноз. Представляете, какую важную работу вы выполняете. Потому что вы частичка вот этой большой системы и, по сути, вы принимаете участие даже в постановке диагноза и лечении наших пациентов. Компания «Ростелеком» – это единая система, где важен каждый специалист. Так, за добросовестный труд почетной грамоты администрации Нининского округа Юрий Бездудный наградил двух сотрудников компании – водителя Владимира Власова и электромонтёра четвёртого разряда Александра Назарова. Техническая база компании сегодня – это компактное и современное оборудование. Однако, кроме новых технологий, в сердце связи Нининского округа функционирует и старожил, на котором красуется автограф заграничных специалистов. Вот здесь, коллеги, у нас представлена телефонная цифровая станция «Алкотель», которая была смонтирована в 1995 году. Коллеги приезжали из Германии, непосредственно производили монтаж. Ранее у нас использовалась аналоговая станция. И до настоящего времени мы сейчас пользуемся весь округ, вся телефония у нас на «Алкотель», немецкая станция. Надёжная, качественная. В ходе встречи с сотрудниками Ростелекома Юрий Бездудный акцентировал внимание на необходимости цифрового равенства и обратился к руководству филиала компании с просьбой разработать специальные тарифы для многодетных и малообеспеченных семей.